Всем привет! Вчера приезжал подписчик из Новосибирска. К этому моменту мы еще, конечно же, вернемся. Ну а пока доберемся до парка и будем выезжать. Вот он. Так, первым делом двери. Немного, немного подмерзшие. Да, так что не зря. Ну, угольки-то новые стоят. Здорово. Ну, все, запускаемся. Ну и, конечно же, печки. Самое главное. Ах, да, усилитель. Фары, думаю, работают. Проверим, правда, габариты. Сейчас. Если я их найду. К сожалению, аварийка все еще не моргает. Так, надо будет еще верхнюю поправить после маршрута. Другой показатель. С колесами все нормально. Так, ладно, будем выезжать, но уже, я думаю, не на запись. Встретимся позже. Так, прокатимся немножко. Как я уже говорил, вчера приезжал подписчик из Новосибирска. А потом к этому вернется. Ну, а сейчас у нас сегодня... Среда. Среда, 6 января. Вчера был такой сильный, такой стекопад. А сегодня уже... В ЛАДе сегодня дороги почистили. Так что, ладно. И температура уже... Поменьше стало. А что, вчера около нуля была? Ну, там, минус 3, минус 2. А сегодня уже минус 6, минус 7. Как-то все равно так поприятней уже. Не такая... Не так ларда на улицах. Не так сыро. И вот, похоже, самый рассвет. Самое время. Может, даже видно будет. Ну, а новые машины пока что не привозят на новогодних выходных. Также их и не собирают. Пока что те, что есть, просто стоят. Ну, и в целом, на линию выйдут они только... Ну, не раньше конца февраля. Пока нам надо дождаться, чтобы все приехали, поставить на учет, оформить. Короче, как и бюрократия. Пока что они даже не наши. В смысле, не принадлежат... Не то, что троллейбовскому управлению, даже городу не принадлежат. Не их принадлежат. Так что пока так. Не так уж еще скоро. К сожалению, к сожалению, удастся на них шокотистам. Так, десятки не видать, да? Угу. Так, здесь надо поаккуратней. А то я че-то... Че-то разогнался. Вот, кстати, на этом месте впереди... Там есть сейчас деревья. Раньше стояли такие дома. Старые-старые. Можно даже сказать, бараки прям... Хорошо, что их снесли. Жильцов, само собой, переселили. Но дома, я там, на самом деле, такие были неэстетичные. Мягко говоря. Может быть, найду фотку, хотя вряд ли. Посмотрим. Вот слева там чуть дальше еще один такой сохранился. Экземпляр. Тогда будем проезжать, скажу. вот слева вообще сейчас видно ли, не уверен, правда. Но именно таких домов здесь много было. А еще дальше и вовсе деревянные. Ну, в смысле, дальше по улице в Багдадах-Пельницкого, в сторону залива. Время, кстати, 838. 838. Загаринский мост. Загаринский. Встыки на... В эту сторону вроде нормально проезжается, а вот в обратную приходится продормаживать. Надеюсь. Хотя вот здесь, на этой встыке, недавно появилась ямка. Чуть правее, правда. Она сейчас под снегом. Так что, ладно. Но если держаться ближе к этому бордюру, ну или как бы, ограждению, то будет неприятно. Ну, этот стык нормальный. Так же почти не замечается. Вот здесь, конечно, изолятор меня так не радует на этом месте. Самое время после кривых вроде немножко разогнаться-то, а вот нифига. Фиг там. А потом дальше уже и вон путепровод в жесткой подвесках. Опять же, не стопить нормально. Не то, чтобы прям нужно, но опять же, я не люблю ее ползать. сейчас автоматик вот как-то туговато едет. так там пеленый горит, а время... Ну, можно ехать, но я, правда, наверное, не успею. Короче, не буду пытаться успеть, ну и стоять здесь не стану. Там стрелярку тут не нажал. Ладно. Вот, кстати, впереди, я сейчас, правда, снегом немного занесло памятник Юрию Гагарина. Да и, собственно, сейчас находимся мы пока что на улице Гагарина. Хоть и раньше я особо не обращал внимания на него, на... на видосах. Вот, правда, опять не уверен, видно ли вам из-за этой стойки и зеркала. Сейчас гляну, проверим. Нет, не видно. Да? Ну, насколько я могу судить по этому небольшому изображению. Да, не видно. Ладно, сейчас завернем, будет заметней. На красный бык. На красный побежал, может, негодяй. Так, думаю, все видели. Они есть. Так, так. Кто это у нас там? 906-й уже без... без штаба уже. Обычно... Обычно они там снимают, на центральном рынке. Но, видимо, он только выехал из парка сейчас. Встречу с него. В парке там... подзародился и вперед нормально емал. Санкт-петербург. Трукзерк. Санкт-петербург. Санкт-петербург. Трукзерк. Вот опять же не уверен, видно ли вам, но там правее, ну как по диагонали на 45 градусов Музей имени Чапаева Василия Ивановича Ну и скверли его имени Все-таки считается, что Чапаева имеет чувашки и корни, так что неспроста здесь его музей Да и завод его имени у нас имеется, который, кстати, работает на оборонную промышленность Так что не все с ним у нас просто тут Пожалуй, теперь придется постоять там, на прыграх там Теперь Чапаева Хоть и немного, но придется Ёлка такая фактурная, я бы сказал Ну, кстати, она, кстати, еще и украшена гирляндами К тому же Так, так теперь что-то стоят Так, так теперь Так, ладно Скоро перейдем по встрече с Евгением, но Но сначала Но сначала взглянем на этот КТГ Киевский троллейбус грузовой КТГ или КТГ-1 Ну, стоит он здесь уже лет 20, никак не меньше Есть даже старые фотографии его Есть мнение Мнение также, что приехал он к нам из Ешкаралы Но, скорее всего, это не так Кстати, бортовой номер у него Г3 Но, правда, сейчас уже закрашен Так, машина сама по себе, конечно, интересная Можно даже сказать, гибридная Может ехать и как обычный грузовик С помощью бензинового двигателя Коробки передач там и так далее А может и как троллейбус С помощью контактной сети От штанг и тягового двигателя Ну, а так, честно говоря, не знаю Использовалась ли эта машина Когда-нибудь по назначению Внешне, конечно, выглядит нормально Она периодически так подкрашивается И в целом используется как сарай просто Внутри, конечно же, ничего не осталось Картонка вместо радиатора Ну, как Думаю, вы поняли Штанги тоже сняты Да и в целом ничего на нем уже не осталось Только кузов, мосты Да и только Вон фонари еще такие задние Старые лодочки Ну, в общем-то, больше сказать о нем и нечего Мало что о нем знаю, честно говоря Допиливает он еще один троллейбус Ладно, предоставим слово Евгению Извиняюсь, но это я не мог пропустить Кирвис К-701 с очень коротким снегоочистителем До новых встреч не masters С охранной Кирвиза Привет, народ! Меня зовут Евгений, я из города Новосибирска. У нас троллейбусная сеть, как и в Чебоксарах, довольно обширная. Больше 250 машин, 4 парка. Но, в отличие от города на Волге, наш троллейбус переживает совсем не лучшие времена. Сеть маршрутная не менялась с 80-х годов. Новые микрорайоны периодически появляются, город Аксёд ширится, конечно же, но электротранспорт практически не развивается. Вот, это приводит к тому, что пассажирпоток у нас падает из года в год. Роль троллейбусов в городских перевозках также уменьшается. Ну и люди, которые там работают, они, в общем-то, не видят перспективы. Все это дело приводит к тому, что состояние троллейбусного парка, он довольно печальное. Как техническое, так и культурное. И, думаю, Ваня, попав в одну из наших машин стареньких девушек, был бы неприятно поражен. Я сам человек такой, который сетерить на месте не любит. И в этом году, увидев канал Ивана, решил заехать в гости на Новый год, посмотреть на то троллейбусное хозяйство, которое активно развивается. Так сказать, сравнить и сделать будет. Вот, ну, у нас все тоже не так плохо. Скоро будет молодежный чемпионат мира в 2022-2023 годах. И к этому времени власти у нас таки имеют некоторые планы на развитие троллейбусного движения в городе. Посмотрим, что ли всего этого получится. Покажем. А пока ни с Чебоксарами, ни с другими городами европейской части России, да даже, я так сказать, не только европейских, просто с теми городами, где троллейбус в перевозках занимает не последнее место, Новосибирь сравнивать нельзя. Да. Вот небольшой пример состояния типичного чебоксарского троллейбуса. это девушка, да, вот, таблишка заводская. Вот, за которой хорошо следят. То есть можно посмотреть, что салон чистый. Вот, все сидушки целые и также чистые. На потолке свежая краска, хотя шторок нет. Ваня сказал, что в Чебоксарском управлении троллейбусном шторки запрещены. Если вы попадете в такую же машину в городе Новосибирске, ну, скажем так, ее и внешний вид отличаться будет весьма существенно. В Чебоксарах бы такую машину на линию не выпустила. Здравствуйте, с Новым годом у вас. С Новым годом. Едем с вами по 20 маршруту, посмотрим, как работает сегодня метель, сколько будет пассажиров. С Новым годом. За стеклом ничего не видать. Все в снегу. Чебоксар, кстати, очень симпатичный город сам по себе, маленьком. Отойдем, это транспортная тема. Есть своя история, но дело даже не в этом. А скорее в том, что есть внимание к мелочам. Допустим, если это одна из центральных улиц, она может быть даже не главной, не какой-то пешеходной, как Арбат или Баумана в Казани. Там все равно будут присутствовать некие мелкие детали антуража. Такие как подсвеченные деревья, небольшие креативные арт-объекты. Гирлянды определенные формы уникальны для этого города. Ну, не мастак я описывать культурную составляющую, что уже поделать, да? Мне проще говорить, видимо, про ресторанно-контактную систему управления. Но, скажем так, это так, как будто в это не было вложено огромных средств. Никто на это бюджет не отпилил. Но сделано было на каждую копейку. То есть подошли с душой, подошли со знанием дела. И цель была не сделать что-то на отвяжись, а сделать так, чтобы это было реально красиво. Это чувствуется в таких тонких деталях, которые, наверное, словами не передайте. Но в отличие от той же Казани, разница огромная. В Казани все понтово, мажористо, дорого. А чуть-чуть в сторону отойдешь, и видишь, что, в общем-то, король-то голый. В Чапаксарах, ну так. Вот такая у нас сегодня погода. Метель. Очень тепло. Едва-едва есть минус. Все тает под ногами. Ноги мокрые уже, который день. Как Уральские горы переехал, так все. Ну, улицы чистят. Я и вчера ночью видел снегово-уборочные машины. И сегодня с утра, поэтому каких-то дорожных заторов не наблюдается. Не знаю, как паньки в такую погоду работают с точки зрения износа угольков. Но, скажем так, небольшой снег и минус 2 это гораздо лучше, чем солнце и минус 40. Так, что уже неделю творится в Сибири. Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области, Красноярский край. У нас там гуляет какой-то, как главный синоптик сказал, антициклонище. И таких низких температур, как сейчас, не было лет 15. Честно говоря, даже возвращаться не хочу. Ну, кстати, вот сейчас пообщался с конструктором и нашел таки один момент, который в Новосибирске лучше, чем в Чебоксарах. Но, возможно, пока что пременно. У нас в городе года 3 назад ввели так называемую сетевую поездку. Это когда ты покупаешь специальную транспортную карту. И по ней, прокатившись на одном троллейбусе или трамвае, катаешься на другом таком же троллейбусе или трамвае, точнее, часто бесплатно. То есть, по сути, это бесплатная пересадка, которая позволяет сменить один троллейбус или трамвай на другой без оплаты второй поездки. В Чебоксарах же такого нет. Опять же, возможно, пока. Хотя, непонятно почему город троллейбусами опутан от и до. И, введя подобную штуку, можно было бы отъесть немалый процент пассажиров у автопустников. Тем более, что скоро в город поступят машины с автономным ходом, и маршрутная сеть может быть существенно увеличена. Но в Чебоксарах есть другая фишка. У них стоимость проезда при оплате наличкой 26 рублей. Кстати, это дороже, чем у нас на 2. А при оплате картой 22 рубля. То есть, скидка очень и очень существенная. Такого нету даже у нас. Ой, я бы сказал, где мы едем, но я тут гость, поэтому пусть Ваня комментарий свой вставит тоже. О, какой-то трактор симпатичный. Я так понимаю, мы сейчас выезжаем с очистных тракторного завода. Насколько я помню ролики, которые я смотрел. Вот и здесь, в диспетчерской, Иван отмечается, когда заканчивает рейс. Иван отмечается, когда заканчивает рейс. Иван отмечается, что мы просто заканчиваем. Вы можете отправиться в воду. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...